Здравствуйте, коллеги. К нашей пресс-конференции подключается главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Илья Петрович Воробьев. Здравствуйте. И, если можно, комментарии по матчу для начала. Спасибо, Илья Петрович. Коллеги, задавая вопросы, не забываем представляться. Добрый вечер. Азамар Шелков, Медиакорсеть. Кто с Патехином? Сейчас Доктора смотрит и Патехина и Дронова. И второй вопрос про первый вперед. Допустили несколько опасных контратак соперника и вообще Салават очень мощный. Смотрелся поначалу? В чем было дело, Магнитка плохо начала матч или что, или соперник задавил? Как прокомментируйте начало встречи? Спасибо. Мы реализовали два момента сразу. Контратаку пропустили в первую звену. Они говорили, разбирали, что бегут хорошо. Но пошли неправильно в давление на втором голе. Владимир Бакулин, КХЛ. Илья Петрович, сегодня Голдобин дебютировал за Магнитку. Как оцените его действия, его взаимопонимание с Прохоркиным и Скарповым? Неплохо они смотрелись. Коля не играл практически месяц. У него травма была. Сегодня видно, что у него хорошие руки и светлая голова. Насколько сильно сегодня не хватило мазяки на команде? Капитану все время не хватает. Алексей Городов, Московский комсомоль. Но сегодня все-таки две шайбы отменили вашей команды. Смотрели ли, успели ли посмотреть видео и согласны ли с решениями, все ли там по делу было? Об этом, по-моему, нельзя говорить. Третий Голд, тоже раз Мазону клюшку ломает. Просто драки. Спасибо, Илья Петрович. Удачи. Спасибо. Коллеги, с нами на связи. Томми Ламса, главный тренер хоккейного клуба «Славатюлайф». Томми, вас с победой. Здравствуйте. И, если можно, подведите итоги встреч. Здравствуйте. Спасибо. Мы начали очень хорошо сегодня. Мы начали очень хорошо. Мы были готовы для игры, и это был очень хорошим для нас. И это был очень хороший occurrence для нас. Второй период сегодня, мы失ы нашу offense. Мы повернули congratulations. И мы не Dent have доброта. Но нам получилось слишком легко заработать. Это было немного сложнее. И это было очень сложнее. И это место сегодня. И теперь, в третьем. После победы, я думаю, мы вернемся к этому поводу, как мы должны играть. Встреча с очень хорошим противником. Счастливые игроки, хорошие победы. Солидная хоккейская команда. Два пункта. Я очень счастлива. Встреча с новым годом. В первом периоде соперник инициативы перехватил, они больше бросали. Мы слишком легко сопернику шайбы отдавали, плюс мы сами мало атаковали. В третьем, чуть раньше до гола и сразу после гола, мы уже владели инициативой. Намного лучше действовали. Думаю, заслуженно победили. С хорошим настроением мы выходим на этот небольшой перерыв. Всем желаю хорошего настроения перед Новым годом. Алексей Горюдов, Московский комсомольец. Тоби, в первом периоде, при счете 2-0, когда получили большинство, была возможность решить судьбу встречи в самом начале. Почему команда, в общем, достаточно так вальяжно провела и большинство, и потом отрезок, решили, что игра сделана, и расслабились? Я думаю, ребята пытались все свои лучшие, что они имеют. Они дали все, что они имеют. И они создали шансы. Как я уже говорил, очень хороший гол и хороший противник. Даже если мы хотим, действительно, мы хотим победить в каждом большинстве, но это невозможно. Панин, Картаев, Воробьев, что по срокам, когда они будут готовы? Я думаю, что Панин верит в следующий раз. Я думаю, что Панин верит в следующий раз. Это мой железнодорожник. И, возможно, я думаю, что в следующий раз, Картаев скейтет. И я думаю, что это довольно близко. Один месяц, одна и половина месяц, он верит. Мистер Воробьев, немного длиннее. Я хочу поставить Петра Хорикова в центре. И поэтому там был открытый участок. Я думаю, что это был хороший участок для Плата. Я очень рад, как он играл сегодня. Но сегодня я изменил. В этом игре я делал много изменений в команде. Потому что второй был тяжелый для нас. И я пытался найти энергию. Но это был ключ, почему я хотел поставить Плата на Картаев. Во время матча. Потому что достаточно непростой для нас второй период был. Поэтому мы искали такие лучшие сочетания. И такие сочетания, которые дадут нам, так скажем, больше энергии во время игры. Добрый вечер. Азамат Шелуков, Медия Корсетти. Три подряд матча у Салати Лайванс в этот момент, когда команда почти перестает бросать поворотом. И вот сегодня такое было. Вы сказали, что сегодня это было связано с тем, что отдавали шайбу сопернику. Собственно, почему отдавали шайбу сопернику? И почему это происходит регулярно? В предыдущие разы тоже с этим было связано? Хоккей – это моментум. И есть противники, которые хотят победить. Они хотят защитить и делать все, чтобы мы были в трудных ситуациях. И игра начинает снизу и снизу. И мы не имеем так хорошего команды, чтобы контролировать игр каждый день в 60 минут. Есть момент, когда нужно играть в защиту. И сегодня мы были такие моменты. И я думаю, что это хорошо. Я думаю, что хоккей – игра такого момента. Поэтому соперник с той стороны тоже хочет нападать не только защищаться. Невозможно контролировать игру все 60 минут против такого соперника. Поэтому, да, в какие-то моменты приходится защищаться, отдавать шайбу. И я думаю, что с этой задачей мы сегодня хорошо справились. Не могли бы вы подробно объяснить, что вы ждете от третьего и четвертого знака? Какая у них конкретно роль? Там ведь есть и до этого были игроки, которые забивать могут. Спасибо. По-кулядям, это плохо. Что-то нужно сделать, как-то энергия. Например, Слава Солоду, он играет очень-производитель. ПК, как-то. Сегодня мы у нас есть новый третий. Петр Хорков, кем-друг. Но у нас целая команда играет самим хоккейом. У нас есть один план для каждой группы. Многие игроки играют в отличие. Некоторые игроки играют в противостоянии. Некоторые игроки играют в противостоянии. Но в основном, они нужны энергии и сильную защиту для нашего команда. Но большая философия, что мы хотим играть с паком. Все наши четыре лет. Мы должны находиться с шайбой. Но если в частности подводить итоги роли третьего-четвертого звена, то они должны давать энергию. Например, как Слава Сладухин, который много играет в меньшинстве. И если говорить опять об общих вещах, то мы, естественно, стараемся придерживаться одной линии атаки и линии защиты для всех звеньев. Но не стоит забывать, что все-таки на льду есть игроки, которые лучше атакуют, а есть, которые лучше защищаются. Поэтому из этого мы тоже исходим. Денис Таипов, Горобзор.ру. Томми, какую сегодня оценку поставите Евгений Лисовту за матч? Во второй шайбе грубо ошибся на красной линии, привез гол, но потом отдал голевую передачу. Да. 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 Я думаю, что хоккей, еще раз повторюсь, играет моменты, и все, абсолютно все совершают ошибки. Здесь ключевое, как на них реагируешь. И, как я сказал, Лисовец себя сегодня хорошо проявил. Даже несмотря на ошибку, он в игре остался, показал, что у него хорошая психологическая устойчивость, и после этого отдал отличную передачу на Жаркова. Поэтому, с этой стороны, могу лишь что-то положительного оценить. Сегодня Дмитрий Коробов такую грубую, две грубые подряд ошибки в своей зоне совершил. Не мог выбросить шайбу. Команда почти две минуты не могла смениться. Объясните, чем вам так нравится Коробов? Почему играет он на немолодые и талантливые ребята из системы, например? Они даже шансы не получают особо. Первый пример, я не знаю, но он не играл в прошлый раз. Например. Мы rotate our Ds. Это одна вещь. И есть много Дс и Форвардов, которые сделали ошибки сегодня. И я думаю, team wins, team lose. What about… Потому что я верю Коробова. Окей. Сегодня, так же как и Коробов, все абсолютно совершали ошибки. Это нормально. Для защитников. Если вы помните, в прошлую игру, например, Коробов не играл, поэтому мы стараемся делать ротацию. Думаю, что это ключевой момент. Можно еще один вопрос, если позволите? Вы смотрите молодежный чемпионат мира по хоккею? Следите за тем, как Амиров, Дейсад, Башкиров, Мухаммадуллин? Спасибо. Нет, это один разный мир. Мужчины играют юниорские игры. Это много скоростей. Не так много тактических вещей. Мужчины играют стабильные парни. Мне нравится, как мужчины играют. И, возможно, они смогут сделать успех. Это большая вещь для ребёнка. Но я очень надеюсь, что мы можем вернуться к мужчины. Кир. Да, смотрю. И я думаю, что здесь больше для ребят, они учатся не больше тактически. Там очень большие скорости. Совершенно другой мир юниорского, молодежного хоккея. И я думаю, что для них это будет хорошей практикой. И, конечно же, мы их с нетерпением ждем обратно в команду. Томя, следующий матч Салават проведет дома уже 3 января, да? Вы уже определились с планами на предновогоднюю паузу? Сколько будет дней отдыха? Когда вы соберетесь всей командой? Да, на самом деле. И мы расслабляем немного. И это хоккей-плеер, что мы уже вернулись в первую очередь. Поэтому не много партнеров для ребят. Это очень тяжело. Мы практиковали хорошо, и я думаю, что мы готовы. Надеюсь, что подготовимся хорошо к матчу с автомобилистом. Спасибо. С наступающим Новым Годом. Спасибо. Thank you, Tommy. Вопросы у нас закончились. Спасибо. С нами на связи защитник хоккейного клуба «Металлурка» Михаил Пашнин. Здравствуйте, Михаил. И для начала оцените встречу, пожалуйста. Ну, старт проспали. Я уже после первого периода говорил. Быстрые голы нам забили. И потом уже тяжело было. собираться. Но собрались и забили одну шайбу, выровняли игру. Стала игра получше. В конце не хватило, конечно, пару штанг было. И не получилось забить. Владимир Бакулин, КХЛ. Михаил, ну, сегодня для вас была первая игра, да, после перехода в Уфе. Как себя чувствовали? Было ли, может, какое-то, не знаю, особое волнение, какой-то мандраж, может, или наоборот? Волнения не было. Приятно играть на том стадионе, в котором в прошлом году играл за эту команду. Тем более, столько болельщиков было допущено до игры. Обычно играем при полупустых. Здесь, наверное, половина была заполнена и приятно было поиграть. Шум был, гул. Болельщиков слышали. Михаил, ну, насколько сегодня не хватило Мазякина в магнитке? Даже не знаю. Мы сегодня просто игру проиграли. Получается вот так. Как со старта пошло, а потом уже не догнали. Тут не мешает просто чуть-чуть. Салат и Лай, игроки. Что, все? Нет, есть. Денис Тейпов, горобзору. Михаил, здравствуйте. Показалось, что вы сегодня прям очень мягко играли, практически там никого не били. Это из-за того, что бывшие партнеры на чужой стороне стояли? Да, нет. Такого не показалось. Там с Хартиканником там нормально. Там пару раз столкнулись. Там отлетали друг от друга. Чувствовалась борьба. Везде с Кадейкиным пару раз уже сталкивались. Во втором, помню, чувствовали. Плечо другу. Так что, не знаю, вам показалось, по-моему. О Хартикане не говорят о хоккеисте, у которого просто невозможно шайбу забрать сам. Против него тяжелее всего защитником играть, так многие игроки обороны говорят. Ваше мнение? Он один из лучших по контролю с шайбой? Ну, у нас есть хорошие тоже игроки в команде. Тот же Плотников, у которого тяжело шайбу отобрать. У нас, Михаил, все. Вопросы закончились. Спасибо. С наступающим. С наступающим. К нам подключается уратарь хоккейного клуба «Салаватюлайф» Юха Мецела. Мы поздравим его с победой и просим прокомментировать матч, пожалуйста. Комментируйте. Комментируйте. Комментируйте после матча. Большой победа для нас. Это был большой матч. Всегда приятно, закончить сезон с победой. Я думаю, что мы в очень хорошем месте, когда мы продолжим матча после Нового года. очень непростой матч для нас. Мы рады, что победили. И очень важно было перед Новым годом, перед тем, как сезон идет на перерыв небольшой, одержать победу. Я думаю, что для нас это будет хорошим таким толчком к следующим играм. В хорошем эмоциональном плане. Владимир Бакулин, КХЛ. Юха, вы прошлый матч пропускали, были вне заявки. Насколько вот сегодня было тяжело влиться в игровой ритм? Нет, не реально. Я уже играл много игр в этом сезоне, поэтому не важно, если вы сидите за одну игру. Может быть, хорошо, чтобы отдохнуть, и начать как-то свежий. Юха, ну вот в этом сезоне, Данил Тарасов вполне неплохо заменяет вас в некоторых матчах. Чувствуете дыхание в спину, скажем так, конкуренцию с его стороны? Да, конечно. И это только хорошо для команды, что есть два голова, которые могут играть. И он играет очень хорошо. Он очень талантливый молодой голова. И это хорошо для всех, что он играет хорошо. И когда он играет, я, конечно же, пытаюсь его помочь. И он помогает ему так много, и в другом случае тоже. И я очень рад, что он играет. Это круто, видимо. Я думаю, что наоборот, хорошо, когда у команды есть два сильных голкипера. Тем более, в этом году Тараса себя хорошо проявляет. Я считаю, что он очень талантливый, юный голкипер. И поэтому я ему стараюсь, наоборот, во всячески помогать, что на льду, что за его пределами. Здравствуйте. Заман Шелуков, Медиакорсис. Могли бы Вы прокомментировать первый гол Магнитке, и казалось, что это был просто прямой бросок. И я, я считаю, что я наоборот, и я должен был сделан в движение. Но, конечно, что вы получаете по-другому, то каждый раз, что это не важно, какой он это делает. Это один гол. И я не думаю, так много, но, конечно, это всегда, что есть место, где вы не могли сделать, Но мы победили, и в конце концов это не важно. У вас в этом году очень много таких опасных выходов, иногда они заканчиваются пропущенными шайбами, иногда очень опасные моменты. Почему-то иногда так неуверенно из ворот выходит, что изменилось. Пощадка может поменьше стала. Да, я не знаю, я получил немного длинный стик в этой сезоне, поэтому я должен его снять несколько-три сантиметра. Да, но это более коммуникационная вещь с Д. И мы должны быть более осознанным, что мы будем делать там. Но они получили хорошую возможность, и в следующем росте мы победили. Так что это не плохо. А может быть, если так шутить, то я клюшку в этом году чуть меньше, у меня крюк, поэтому может с этим проблемы какие-то. А нет желания сыграть на выходе так же, как вратарь Йокерит в матче с АСКА, когда он между ног себе пас отдал? Может что-то такое попробовать? Спасибо. Нет. Да, может быть, когда у вас есть хорошая уверенность, и это не так... Если в матче не так тихо, и у вас есть хорошая стрика как команда, то вы можете попробовать что-то. Но нет. Если в матче такие, то вы действительно хотите попробовать победить, и не так много. Ну, в таких матчах, как сегодня, когда очень близкий счет, конечно, не до дурачества. Но если у тебя есть, конечно, хорошая уверенность и хороший запас по счету, то, конечно, такие трюки можно попробовать. Здравствуйте, Юха. В кино очень хорошо играет в хоккей, но говорят, они сильны не только в хоккее. Вот сегодня вы победили Кошечкина. А если будет застолье, кто победит? Вы, Кошечкин или, допустим, вратарь Зуфы Василевский? Кто окажется более крепким? Это к Новому году вопрос. Окей. Я думаю, что если мы будем с Кошечкина нас пропить водку, то в данной ситуации, конечно, я проиграю, потому что я не такой большой, как Кошечкина, он очень крупный. Мы с удовольствием следили за вашим инстаграмом. Сейчас страница недоступна. Что случилось? Апланируете ли вы? Вы? Что с вашим инстаграмом? Апланируете ли вы? Что с вашим инстаграмом? Апланируете ли вы? Ну, я просто не думаю, что я не думаю, что ты не очень много времени. И я пытался найти что-то лучше сделать чем просто на инстаграме и быть на мой телефон все время. Так что это не такое большое дело, но я просто пытался сделать это без социальной медиации. И мне нравится это, это хорошо. Расскажите немного о нём, что на нём изображено? Это банд, называется «In Flames». Это металл-банд из Свеции. Я просто люблю банды. У них есть альбом-каверы на двоих сторонах и лого на боках. Ничего больше. Просто я... У меня было такое с бандами за время, и я просто хотел с «In Flames». Я в этот раз решил поместить лого альбомов шведской группы «In Flames», поэтому ничего особенного. Лишь то, что я являюсь фанатом этой группы, решил так раскрасить шлем. Огромное спасибо, Юха. Ещё раз с победой и с наступающим.